Я думаю, мы провели неплохой матч сегодня с учетом наших кадровых проблем с соперником, который, я думаю, по составляющей игровой системе, то есть, наверное, который поинтереснее всех у нас в зоне играет, то есть команда выстроена, как они игру ведут. Поэтому, думаю, что мы сегодня нашими молодыми ребятами противостояли хорошей команде и достаточно неплохо. То есть, да, были моменты, особенно в первом тайме, вратарь выручил, но у нас в тактом составе 4 молодых парня играли. 96-го, 1-97-го, трое сразу. И потом на замену выходили, в общем, 99-й, 98-й год. То есть, меня вот это радует, но, с другой стороны, конечно, хочется результата, хочется побед, но я думаю, что будут стараться, будут так бороться. Плюс система, которую пытаюсь привить, наверное, отдаст свои плоды. То есть, эти ребята сейчас уже выросли, а на следующий год будут еще посильнее. Но само содержание игры, я думаю, по идее, закономерно, конечно, хотя второй тайм, то есть, мы, в общем-то, давление попытались создать. Но в первом тайме был момент, когда вратарь выручил Армавира, забей гол, я думаю, что игра могла бы приобрести несколько другой характер. Самое обидное во всем этом, что получили травмы и футболисты Армавира, и наши футболисты, то есть, по 2-3 человека выпали, это большая проблема. Но, с другой стороны, накал борьбы, я думаю, что сегодня у нас аудитория, которая собралась, получила удовлетворение от того, что команды боролись. То есть, и боролись, как, в общем-то, каждый за свою победу. И вот это очень важно. Сегодня получилось, ну, хорошее дело. Поэтому спасибо игрокам, и Армавира, и биологам. То есть, мы получили, еще раз говорю, зрелище неплохое. Но, конечно, обидно всегда проигрывать. И нам перед игрой пытался ребят настроить, чтобы мы обыграли одного из лидеров. То есть, нам необходимо для уверенности, для того, чтобы молодежь росла более эффективно, то есть, обыгрывать команды, которые выше нас. Поэтому, вот это необходимая составляющая их роста. Ну, сегодня не удалось. Но, еще раз говорю, я в какой-то степени удовлетворен действиями. Ну, очень много проблем. И, ну, у нас сегодня кадровая, самая главная проблема была. У нас Гудаев отсутствовал. Поэтому, я думаю, если бы Гудаев был у нас в середине поля, мы бы не проиграли так середину поля. Потому что первый тайм особенно большая проблема была. Бочкарев, который три недели вообще не играл, пришлось ставить вынужденно в стартовый состав. Бочкареву Пашу не имели. То есть, не выполнил функций, в общем-то. И сыграл, ну, очень слабо для своего уровня даже. А Гудаев, который сейчас в очень хорошем состоянии, я думаю, он на сегодняшний день один из лучших игроков в нашей зоне. И в этой позиции у нас команда, в общем-то. Это последние игры с его участием, там, где он, в общем-то, разводит, распределяет игру, то есть, оборону, атаку, как перестраиваемся, как меняем направление, так. То есть, это ключевая фигура. И когда он на 92-й минуте в суде в Сочи захотелось его утром, почему-то, я думаю, он, может, Армавир постарался. Но смысл. Но, тем не менее, для нас это была большая потеря существенная. Я думаю, что, будь Гудаев в составе, наверное, игра бы была интереснее. Я не знаю, счет какой бы был. Но само содержание игры, качество игры было бы гораздо выше. Поэтому хочу пожелать Армавиру удачи. Ну, уже, наверное, на следующий сезон, потому что в этом сезоне свой шанс упустили. И упустили не в последнем туре, а раньше, когда сыграли там две ничейки, которые вот тогда могли бороться. И команда, которая, я думаю, в ФНЛ бы не затерялась. Ну, пожелать удачи Армавиру и здоровья футболистам, которые получили тарану. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...